Уже несколько дней в сводках новостей Татарстана мелькает информация о жизнеугрожающем заболевании ботулизме. На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, общее число зарегистрированных случаев инфицирования выросло до 15 человек. Все пострадавшие поступили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Казани с симптомами опасного пищевого отравления после употребления салата с фасолью. Но не только этот продукт может представлять опасность заражения. Ботулизм вызывает попадание в организм человека каким-либо образом токсина, который называется ботулотоксин. Тот самый ботокс, который многие девушки себе вкалывают в лицо для того, чтобы на лицо не приходили морщинки. Так вот, если этот ботулотоксин попадет в организм человека через желудочный тракт, то возникает вот это заболевание достаточно опасное, которое называется ботулизм. Токсин этот производит бактерии, клостридиум ботулином. Они живут в почве. Соответственно, если какой-то продукт питания будет заражен этими бактериями, плохо помытый или вообще в принципе грязный продукт, то эти бактерии смогут в этом продукте немножечко поразмножаться и в ходе размножения, в отсутствии кислорода, выделить в продукт питания ботулотоксин. Ботулизм это жизнеугрожающее заболевание, вызывает его ботулотоксин, который выделяют бактерии. Основные клинические проявления заболевания обусловлены не самим наличием бактерий, а именно ботулотоксином. Для пищевого ботулизма характерны такие симптомы, как сильная утомляемость, слабость и головокружение. Также возможны другие симптомы. Причиной симптомов является не сама бактерия, а вырабатываемый ею токсин, который чаще всего образуется в пищевых продуктах легкой консервации, а также в продуктах, не прошедших должной обработки консервированных или бутилированных в домашних условиях. Самая частая ситуация бывает, когда скушал бабушкиных помидор и не обязательно помидор, грибочков, тушенка часто домашняя. Тогда вот в результате развития вот этой самой бактерии в продукт впадает ботулотоксин. А он, собственно говоря, производится бактерией, которая в принципе есть в почве где угодно. Если мы говорим о домашних продуктах, то надо стерилизовать их правильно, или там просаливать хорошенько, или там что-то такое, чтобы бактерия убивала, не давала в этом продукте при длительном хранении размножаться. А если мы говорим о каких-то таких более-менее промышленных вещах, то производители разнообразной продукции должны контролировать свой продукт на наличии там самих клостриди или их продуктов жизнедеятельности, такие как ботулотоксин. При обнаружении симптомов ботулизма следует как можно скорее вызвать скорую помощь или самостоятельно обратиться в больницу. Инкубационный период может быть разным от 2-3 часов до 3-5 дней. Болезнь опасна поражением нервной системы, нарушается передача импульсов в нервно-мышечном соединении, вследствие чего перестают работать мышцы и, возможно, остановка дыхания, поэтому не стоит пренебрегать лечением. Фактически это стойкое отравление, поскольку ботулотоксин, как и любой нейротоксин, блокирует передачу между мышцами и нервами в первую очередь, но в том числе и между оденными нейронами тоже. Происходит нарушение передачи нервных импульсов и это нарушение стойкое. И в результате мы можем длительное время иметь дело с этими проблемами, поэтому все-таки даже в случаях легких требуется наблюдение врачей. Интересным является и то, что бактерия-возбудитель ботулизма используется в производстве ботокса, фармацевтического препарата, применяемого преимущественно в клинических и косметических целях. В результате инъекции препарата происходит временное расслабление мимической мускулатуры лица, поэтому морщины становятся менее выраженными. Отравление ботулотоксином, поскольку он стойкий, это длительный процесс, то есть, когда, допустим, его вкалывают в лоб там или куда-нибудь, мышца парализуется на долгий срок. Не через неделю она не отходит, не через две, не через месяц, там хватает на несколько месяцев, там на полгода девушке не дадут соврать. Стоит отметить, что напрямую от человека к человеку ботулизм не передается. Мы можем получить этот токсин только из продуктов питания, поэтому нужно быть предельно внимательным как при употреблении домашних заготовок, так и пищи от производителей. Соблюдение мер предосторожности и знаний симптомов помогут предотвратить развитие этого заболевания. Елизавета Газизянова, Кристина Отекина, Александр Антонов, Универ Новости.